так друзья вебинар 214 вторая попытка старше ничего не случилось почему потому что все на это большинство опаздывает к началу поехали итак мы видим фрукты хорошие фрукты вкусные мы видим крупный план я всегда с этого начинаю достижение своих учеников и друзей вот это вот внимание и посмотрите на эту фотографию которая полностью исключает дебильные штамбы вот а результаты вот они видели отозовитесь автор я не нашел вашего письма и не успел прикрепить сюда ваши данные фамилию хотя бы примерный регион видимо учитывая сладцевую форму наверное нет легко там служить садоводом служить стране в виде садовода я бы сказал даже не просто садовода а он гордо далее идем и так я как называется сейчас помню авито авито появился такое объявление я бы хотел прокомментировать на примере об учебы и так просто и кисарли с артем этом артем автор не скрывает так значит иркутская область иркутский там есть места довольно теплые я приводил пример в челябинском на одном конце минус 30 на другом 25 а в центре 22 согласитесь что где-то какие-то отдельные регионы одноэтажного челябинска могут иметь прекрасные возможности выращивать даже южные сорта благодаря тому что город себя греет так и вот теперь продолжение объявлений артем в рационке саженец продаю зиски саженцев которые вырастут вырастут еще только вырастут среди в конце феврале напоминаю что я чаще всего пишу до средней полосы россии февраль вот для северной россии для сибири даже может конце февраля потому что как право бывает такое проснулись часть какая-то уже пора высаживать а на улице снег тогда делают так огромное количество людей небольшое огромное высаживать горшочек и на подоконник этим они губят подробнее мы описывали теперь до сих пор все идет честно потом найдем одну деталь отдельно и так все честно описание сорта и фото взяты с сайта же до фотографии присвоили очень много питомников и магазинов вот смотрите абрикос артем в ростойке не менее 40 градусов напоминаю мой артем привет мои артемы привиты на манжирские абрикосы поняли да сорт может быть подвоем прямое колесо в своем растении ну это она меня цитирует действительно может быть так и так и так дает устойчивый большой урожай какой большой какой большой чем я шутя говорю огромный рекорд 25 ветр вот когда телевидение 10 лет назад все снимало на их глазах собирали вот размер плода 3 50 грамм тоже правда так вот второй серафим опять правобережная область опять минус 40 опять порода стоек подводит прямой все все одинаково размер плодов возможность расти на лавных местах это моя так сказать это сноска я всегда подчеркиваю до боли влажных мест уже не артем серафим дальше смотрите дальше что фотография уже серафима одна из самых любимых фотографий которые они не могут иначе вот большинство плодопитомников они подойдут с интернета любые мои том числе я пока про хозяйку этого объявления и слова плохого не сказал а у них получается так или вот так вот на двух ладошках несколько крупных ясно них них это понятно вот просто 23 бывает 5 а вот так что целое дерево это редко-редко случается вот я не вынужден лишь сказать а у нас вот целое дерево это все честно а на самом-то деле все это это фотографии присвоено примерно 50-70 сайтов которые ее используют чтобы продавать перепродажные саженцы посмотрели так вот то же самое время продают здесь которые вырастут вот смотрите что получается для чего я подробно говорю и так они крупные кстати так макарова это же вы мне пристали фотографию с усы внуком 70 грамм понятно это первый урожай а очень крупная там и все три штуки висела красота то есть и вот человек предлагает саженцы вот давайте мы решим плохо или хорошо вот редкий случай когда и плохо и хорошо давайте посмотрим с этой колокольни косточка то вырастет а повторить ли они вот эти материнское качество но большинстве случаев нет то есть будет мельче а человеку предлагается как там было а ты сейчас грамм а если будет 25 не на 30 таки будет но я все равно придираюсь почему это плоды с привитого дерева с непривитого все гораздо хуже почему надо чтобы была стойкость была есть надежда что пожив несколько поколений я артем и серафим несколько поколений прожили у меня на маньчжурцах и уже у них уже кровь не разбавлена маньчжурцам а как бы наоборот уже более надежная я имею ввиду кровь сок который циркулирует внутри дерева то есть они уже более моростойкие чем были на свою историческую родину вы знаете более южные места потому что ясно что не в Сибири же они росли в Сибирь один сибирский абрикос и тот есть невозможный дальше идем то есть получается он не потеряет качество материнских большинстве случаев это факт что же нам делать у тебя тоже продаю косточки и я продаю эти же косточки на что надежда моростойкой закрепилась раз даже не примитый умру проивать не буду но это редко говорят сейчас и говорят и не умею и не хочу заморачиваться вот для нашего образа так вот друзья чем южнее регион тем больше будут косточки уже подмосковье видели а еще более южные а помните истории уже несколько десятков историй с персиком из косточки они крупнее моих привитых и это есть то есть чем южнее регион тем курсовые самособы тем крупность плодов культурность плодов возрастает это здесь же со счастливом климате они вот такие получается одобряемся почему еще одобряемся вот эту даму по вторую причине наверное она вырастет не для иркутска не она может посылать их на дальний восток она может посылать на урал там чуть теплее в европу там еще теплее эти же саженцы сенцы серафима и артема вот и там они не замерзут уже точно это уже голову на россияне но главное уж лучше вот такие без гарантии что повторят качество подчеркивать без гарантии но это лучше чем это фальшивки вы же помните когда сам магазин писал запятая россия вспоминаем вот голландия вспоминаем сербия вспоминаем и так далее то есть это означает что все они умрут до единого а люди что в этом понимают никто до этого даже не дочитывает в самом конце мелкими буквами о том что откуда привезли саженцы да на саженце не написано что из Франции или Италии то есть я это одобряю пусть лучше вот эти косточки пусть она прорастит саженцы 250 рублей это уже бутылку водки за день не купишь то есть получается если только бутылку самогонки вот не разоритесь услуги надо брать вот такой особенно в Европе то что в Иркутске она вырастет если отправить а в самом Иркутске ну там 50 на 50 вот такая длинная раскат вот идем дальше вот я просил присутствовать на вебинаре автора вот этих вот фотографии я выбрал одну я вначале думал что это плиты каменные то есть просто обложил камнями есть такая мода а он обложил спрессованным спрессованным навозом прям куски спрессованного навоза даже не разложившиеся просто куски спрессованного вот он их несколько тонн привез везде даже посмотрите в сценарии его посмотрите там направо он везде использует дармовое богатство но он по моему я боюсь ошибиться но мне кажется что этот садовод наш хороший садовод угробил абрикосы причем конечно мои по виду абрикосы должны умереть вот я представил себе может я ошибаюсь может они прекрасно процветают может он уже убрал я все таки реагировал на его письмо вот здесь он инкогнито а мы то общались живем то вот это может он уже убрал может еще не поздно спасти но когда идет дождь из них такие выделения ядовитое от этих вот кусков навоза еще раз говорю не перепревшего навоза и мне кажется это пример другим наука